друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и я всех поздравляю с наступившим новым годом сегодня мы с вами будем готовить тортик тортики у меня на канале бывает крайне редко потому что я пеку их редко я у меня готовят всего наверное два или три тортика и сегодня покажу один из них он очень вкусный подойдет как на праздничный стол так и просто для вечера выходного дня тортик у нас будет а-ля павлова или а-ля меринговый рулет то есть мы будем готовить с вами безе и делаем очень вкусный крем но перед тем как посмотреть рецепт обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео нам понадобится обычный белый сахар примерно 300 грамм но я расскажу чуть позже яйца точнее белки у меня здесь 5 штук кукурузный крахмал важно брать именно кукурузный сливочный сыр сахарная пудра и сливки для взбивания жирностью 33 или 35 процентов точное количество всех ингредиентов есть в описании под видео но есть нюансы поэтому обязательно смотрите видео до конца в процессе рецепта я буду объяснять сколько чего нужно положить сначала мы с вами приготовим саму меринку ну или без и для этого мы с вами берем яйца и их обязательно мою я всегда об этом говорю не устаю повторять яйца обязательно нужно быть перед тем как мы с вами их готовим отделяем белки от желтков делаем это аккуратно так чтобы желтки не попали к белкам для этого лучше использовать маленькую отдельную мисочку разбивать яйцо туда и потом уже переливать белки в большую чашу миксера смотрите я подготовил три чаши сюда я буду складывать белки сюда желтки и потом белки буду соединять вот в этой миске то есть я сюда разбиваю один белок если все нормально отправляю его сюда сюда скидываю все желтки но сейчас вы это увидите в процессе вот смотрите 1 1 яйцо у нас не удалось но сюда попал желток такой белок нам не подходит поэтому мы его убираем и следующий раз делаем более аккуратно так аккуратно разбил все хорошо здесь все будет в порядке просто очень важно когда разбиваешь яйцо не задеть его сразу точнее задеть желток не порвать его скорлупой или ножом максимально аккуратненько сегодня все в порядке шикарно дальше без или меринг это такой продукт который взбивать лучше с помощью миксера можно использовать ручной миксер на лучше всего планетарный вот такой вот насадкой венчик мы берем большую чашу миксера и выливаем в нее наши белки устанавливаем чашу миксера опускаем венчик начинаем взбивать с малых оборотов постепенно обороты увеличиваем взбиваем примерно наверное минуты 3 может быть даже поменьше минуты 2 но это все зависит от мощности миксера до тех пор пока у нас белки не станут такой пышной пеной когда вы увидите пену начинаем добавлять сахар поехали вот посмотрите белки у нас превратились в пену теперь мы с вами начинаем добавлять сахар это делаем постепенно лучше всего сделать с помощью столовой ложки почему я говорю что удобнее пользоваться таким вот стационарным миксером потому что мы добавили одну ложечку включили чуть-чуть взбили потом добавили вторую ложечку сахар обязательно нужно добавлять постепенно и нет вообще никакой разницы вы будете использовать обычный сахар или сахарную пудру снимать удобно добавлять неудобно насыпали немножко и взбиваем принципе можно взбивать и насыпать сахар одновременно если у вас сахар во всю сторону не разлетать так погнали добавляем вторую ложку сахара и снова взбиваем скорость взбивания у нас сейчас средняя а вот когда мы добавим уже весь сахар мы будем постепенно скорость увеличивать и взбивать на максимальных оборотах так посмотрим на консистенцию уже близко но пике должны быть твердые то есть сейчас она у нас вот так вот меняет форму при наклоне по-хорошему она должна оставаться наверху но мерингу нас уже с венчика не стекает это уже хорошо и думаю что еще пару минут будет достаточно шикарно я считаю шикарно смотрите берем мерингу она у нас никуда с лопаточки не падает вот так вот значит она готова здесь важно ее тоже не перри взбить потому что если мы перри за перед объем ничего хорошего тоже не будет она у нас может при выпечке осесть финальный этап когда мерингу нас совсем взбилась мы с вами берем кукурузный крахмал примерно одну чайную ложку с горкой вот так насыпаем в мерингу и снова взбиваем примерно одну минуту нам главное чтобы он хорошо распределился теперь мы с вами берем противень застилаем его бумагой для выпечки у меня на силиконовой пропиткой это важно поэтому я ничем не смазываю и выкладываем нашу мерингу вот так форме веночка чтобы было удобнее лучше взять столовую ложку а лучше две столовых ложки потому что силиконовой лопаточкой который мы обычно выкладываем крем и мерингу здесь работать не совсем удобно а двумя ложками можно так вот быстренько это все сделать и себе помогать еще кстати видела что некоторые при формовке веночек в центр ставят какую-то там мисочку мне кажется выложить кольцом мерингу можно и без нее зачем лишний раз пачкать посуду вот такой веночек у нас получился теперь мы ставим противень в разогретую до 100 градусов духовку она у меня стоит на режиме конвекции и готовим примерно час может быть полтора здесь смотрите у нас меринга должна не выпекаться она должна подсушиться и готова она будет тогда когда сверху подсохнет и снизу будет легко отставать от бумаги если она будет ломаться то ей нужно еще постоять побольше и кстати мерингу можно готовить не только в духовке но и в электрической сушилке пока у нас меринга сушится в духовке я помою чаш миксер она нам пригодится для крема и хочу рассказать зачем же мы в тесто в меринг точнее добавили пупорозный крахмал мерингу можно готовить без крахмала тогда она у нас будет сухая и однородная по всей текстуре крахмал добавляется в нее для того чтобы меринга снаружи подсушилась а внутри осталось такой мягкой и тягучей если вы не любите например такую мерингу туда крахмал просто не добавляйте и кстати лучше использовать именно кукурузный крахмал потому что он подходит для десертов намного больше чем картофель хочу сказать про яйца смотрите мы здесь используем сырые белки это французской меринга классический рецепт так делают но если вы боитесь каким-то причинам есть белки тогда воспользуйтесь другим рецептом приготовления меринги я их тоже снимала том году перед пасхой вообще я сырые яйца есть не боюсь я просто покупаю яйца у проверенных производителей второй момент у нас с вами остались желтки мы их ни в коем случае не выбрасываем из них можно приготовить много классных блюд например голландский соус или можно сделать лимонный или мандариновый курт мандариновый курт я выложу буквально через несколько дней на канале так что не пропустите и этот курт кстати можно будет использовать вместе с нашим тортиком и еще хочу вам сказать про мерингу я совсем забыл это сделать начале смотрите мы с вами взяли 5 белков и 300 грамм сахара вообще по правилам когда мы готовим мерингу любую швейцарскую или французскую какую-то еще мы с вами берем на 100 грамм яиц точнее 100 грамм белков 200 грамм сахара то есть сахара всегда нужно брать в два раза больше в этом рецепте мы весами не пользовались потому что я так сделала специально потому что весы есть далеко не на каждой кухне в среднем 1 яичный белок первого сорта яиц весит 30 грамм соответственно нас было 150 грамм белков 5 штук и 300 грамм сахара это если усреднить пока меринга у нас выпекается я ее поставил на полтора часа в итоге на еще у меня плохо остается от бумаги я поставил еще на 20 минут мы с вами делаем крем для этого мы смешиваем сливки для взбивания сыром со сливочным и добавляем сахарную пудру здесь все должно быть холодная ну кроме сахарной пудры конечно мы сначала наливаем сливки для взбивания и хорошенько их взбиваем включаем миксер включаем миксер и взбиваем на максимальной скорости смотрите какая консистенция сливок у нас получилось то есть они воздушные хорошо держит форму но не мягкие если мы будем взбивать слишком долго мы из сливок получим просто сами густое масло это сливки у нас будут вот такие мы добавляем к ним сливочный сыр можно любой сливочный сыр не творожный у меня вот такой крем-чиз но если бы в магазине было был сыр маскарпоне я купила его у нас с вами такой вкусный торт меринговый поэтому в принципе если у вас не будет сливочного сыра можно просто вбить сливки и теперь чтобы немножко добавить сладости я беру сахарную пудру ну примерно 2 чайных ложки добавляю и все это дело теперь взбиваем миксером примерно одну-две минуты поднимаем посмотреть какой классный крем нас получилось просто он очень хорошо держит форму вкусный взбитые сливки со сливочным сыром это просто идеальный мне такой крем нравится намного больше чем классический такой советский крем на сливочном масле потому что он более воздушный не не знаю насколько он по калориям конечно лучше но по вкусу он приятнее друзья в итоге наш тортик у нас запекался почти три часа даже если быть точной 3 часа 20 минут при температуре 100 градусов вообще не час как я изначально планировала наверно потому что у меня духовка не такая мощная из-за того что у нас здесь достаточно много белков и сахара то есть торт достаточно объемный и соответственно чтобы пропечься ему нужно больше времени если бы у нас были маленькие меринги такие даже из этого же объема теста плане по у нас приготовились конечно быстрее поэтому засекайте время примерно три часа и теперь мы с вами будем собирать наш тортик еще раз напомню торт готов когда он легко отстает от бумаги вот так вот мы перекладываем на блюдо сверху мы положим лимонный курт как приготовить такой лимонный курт видео выйдет у меня на канале буквально послезавтра не пропустите его и сверху мы положим наш крем который мы готовили это крем из взбитых сливок и сливочного сыра и все это дело можно украсить свежими фруктами или ягодами смотря что у вас есть если у вас нет лимонного курта торт получится очень вкусный просто с кремом который мы готовили в этом видео так что не переживайте или можно вместо курта использовать какой-нибудь ваш любимый джем главное чтобы он был достаточно густой и не стекал с нашего тортика но курт дает лимонный или мандариновый дает легкую кислинку которая просто шикарно сочетается с меринкой кондитеры бы здесь конечно же использовали бы кондитерский мешок потому что крем классно форму держит он для кондитерского мешка прям отлично подойдет но кондитерский мешок есть не у всех мне вот сейчас например лень мыть его или просто тратить если мы про одноразовый мешок говорим для того чтобы выложить крем поэтому я просто пользуюсь двумя столовыми ложками потому что мы сейчас это все закроем ягодами и в принципе разницы никакой нет накладывать красиво с помощью кондитерского мешка или вот так главное чтобы было вкусно посмотрите какая красота у нас получается и теперь нам осталось наш тортик только украсить для этого можно использовать вообще любые фрукты которые у вас есть любые ягоды смотря какой сезон например можно сюда порезать манго будет очень вкусно и красиво у меня есть голубика свежая вот такая и замороженная малина которая как раз замораживаю себя для декора я поэтому украшу тортик ей специально ничего не покупала голубика и малинка вообще очень удобно замораживать малины вот в таких вот одноразовых стаканах я снимала об этом видео можете поискать у меня на канале если не найдете пишите в комментариях я вам пришлю ссылку потому что малина в таких стаканах она не теряет форму если мы замораживаем ее в большом контейнере она у нас приминается а в стаканчиках она сохраняется целая ну конечно и малина нужно брать не совсем спелую не совсем мягкую точнее вот и она отлично подходит для декора выглядит просто как свежая смотрите какая красота у нас получилось мы отрезали кусочек и теперь попробуем у нас здесь сочетание сладкой меринги нежного сливочного крема и лимонного курда слушайте это классическая по вкусу павлова если вы ели десерт павлова то и вы наверняка знаете какой по вкусу получится торт здесь хрустящую корочку безе внутри мягкая слегка такая тянучая тягучая серединка кисленький лимонный курд и нежный крем еще свежие ягоды это просто что-то невероятное и еще этот пирог точнее торт будет очень красиво смотреться на любом праздничном столе потому что он у нас сделан форме праздничного веночка и украшен яркими ягодами друзья обязательно приготовьте этот торт он вам точно понравится пусть он занимает достаточно много времени но вы его поставили в духовку забыли о нем занимайтесь своими делами и потом собирайте вот такую вот красоту это очень вкусно рецепт лимонного курда который мы используем вот здесь вот желтенького точнее он у нас мандариновый курд с добавлением лимона вы найдете у меня на канале если есть вопросы пишите их в комментариях не забудьте поставить лайк этому рецепту и подписаться на мой канал всем пока